Итак, дорогие друзья, приветствую вас. У меня есть Biosound Explore и есть Biosound Explore. Одна колонка это Contrafact. Напишите в комментариях, как вы думаете, какая из них оригинал, а какая подделка. Слева, либо справа. Потом сами себя проверите. Этой весной Biosound Explore появился в магазинах Bang & Olufsen и уже сейчас мы уже видим подделку из Китая. Очень печальная история. Не обессудьте, сегодня будет видео максимально простое. Кстати, напишите в комментариях, нужно ли вам такие видео в дальнейшем. Итак, сейчас перед вами две колонки Biosound Explore. Одна из них это Contrafact, а вторая это оригинал. Сейчас попробуем научиться определять, где подделка, а где настоящая. Сразу вам подскажу, что вот это вот без ремешка, это Contrafact, это подделка. Она очень похожа на оригинал. Она достаточно качественно сделанная. Скажем так, человек, который никогда не держал колонку в руках, ни за что не определит, что это подделка. Китайцы наступают достаточно быстро, потому что колонка достаточно молодая. Давайте посмотрим, в чем отличие. Первое, что мне привлекло внимание, это верхняя часть этой колонки, потому что она даже как-то больше блестит. Если вы посмотрите на эту, да, она более матовая и более аккуратные кнопочки такие. А вот на эту они были явные вдавленные кнопки. И причем при нажатии издается интересный звук, он достаточно громкий. Вы прям нажимаете, она прям щелкает. А здесь очень тихо. То есть вы нажимаете, очень тихо. Это Contrafact так щелкает, так оригинал щелкает. Следующее замечание. Это логотип на верхней части этой колонки. Если вы посмотрите, то логотип, он здесь получается более желтый. И он нанесен краской. Шрифт немножко отличается, он даже чуть-чуть больше. Но на первый взгляд это даже незаметно. Если вот так вот две рядом не держишь и не понимаешь, что вот это вот не настоящий логотип, а этот настоящий. И здесь логотип наносится лазерной гравировкой. То есть лазер пишет прямо на самой колонке Bang & The Lawson. А здесь, соответственно, получается так, что наносится краской, печатью. На ощупь Explorer оригинал более приятный. Он такой шероховатый. А Contrafact более гладкий, более сглаженный. Оригинальная колонка, она более крепко сидит в руке, так как вот эти прорези, они не дают скользить колонке. Здесь более скользкая поверхность. В нижней части стакана цвет колонки отличается. То есть, если посмотрите, она такая более желтая по сравнению с оригиналом. То есть здесь оттенок, он больше похож с алюминием. А здесь алюминий от стакана отличается. У оригинальной колонки обязательно есть серийный номер. Вот он здесь наносится. И он должен быть обязательно на этой колонке. Он здесь тоже есть, но он как будто стерся. Возможно, он будет здесь, но он так будет нанесен, что при небольшом усилии можно этот номер будет стереть. Если на оригинале надпись нанесена специально нестираемой краской темного цвета, то на контрафакте я вижу краска здесь белого цвета и нанесена надпись «цветлой краской». Да, и, конечно, нижняя часть колонки тоже отличается. Она здесь более сглаженная. Здесь она шероховатая, приятная на ощупь. Чувствуется, что это дорогой материал, а это более дешевый. По разъемам все то же самое. Но индикатор здесь, видите, явно так некрасиво. Он прям как выскакивает здесь. Здесь вот он маленький аккуратненький индикатор. Но есть битая-си, есть битая-си. Есть даже, я вижу, налет на разъеме. Здесь есть окисление. Колонку оригинал можно сбросить двумя кнопками до заводских настроек. То есть вы вот так вот нажимаете, держите некоторое время, и колонка перезапускается. Контрафакт так делать не умеет. Во-первых, эта штука практически не работает. Она просто выключается. То есть нажимаете кнопку «включить», «выключить» — все то же самое. Мало того, что она не работает, она не сбрасывается. Понятное дело, что она не привязывается к приложению. Нам даже не получилось послушать, так как эта колонка сломалась после прослушивания пару часов. Собственно, поэтому она к нам и попала, потому что ее принесли на ремонт. И мы сразу определили, что это не настоящая колонка. Так что будьте внимательны. Данные колонки могут продаваться в интернет-магазинах. И будет очень неприятно, что вы будете оценивать Bang & Olufsen именно по таким продуктам, а не по оригиналу. Покупайте в проверенных магазинах и приходите к нам в гости. Салоны указаны в описании. А если у вас нет возможности подъехать, у нас есть интернет-магазин. Ссылочку тоже найдете в описании. До скорых встреч и встретимся на видеообзорах.